Я не слукавлю, если скажу, что части Поттера на PS1 для меня являются самыми лучшими. Да и вообще, если изучать эту тему, то можно прийти к тому, что многие люди утверждают, что именно на PlayStation были самые лучшие части Гарри Поттера. И мы это рассмотрим, поймём, так ли всё хорошо спустя время. Я совсем недавно полностью прошёл что тайну и комнату, что философский камень. И остался под большими впечатлениями, но перед тем, как начать... Если вам нужны дешёвые игры и подписки для PlayStation, то рекомендую сайт xdfizboxdfizstore.ru. Вы можете спросить, а при чём здесь игры PlayStation к сайту, в котором есть название Xbox. А дело в том, что на этом сайте имеется раздел для PlayStation. Переходим в раздел PlayStation Plus и видим основные подписки. Вы можете приобрести здесь PS Plus Deluxe на 3 месяца, либо на 12. Купить PlayStation Plus Extra на 12 месяцев, либо Essential тоже на 12 месяцев. Цены низкие, и урвать годовую подписку за такой прайс это выгодно и полезно. В разделе покупка игр вы найдёте мега-крутое предложение. Вы можете заказать себе совершенно любую игру от 800 рублей до 12 тысяч. Не нужно ждать отдельных предложений с играми, вы самостоятельно указываете сумму, платформу, на которую желаете купить. Это либо PS4 или же PlayStation 5 и название игры. Также имеется возможность получить скидку в 2% при заказе от 500 лир, либо 3% от заказа на 1000. Можно заранее связаться с администрацией и обсудить все моменты. Отзывы реальны, это только подтверждает надёжность этого сайта. Игра быстро оказывается на вашем аккаунте, ребята работают оперативно. Вы также можете заказать в группе ВК предзаказ на году 4 Рагнарёк. Это та игра, которая поднимет продажи PS4 и PS5, поэтому поспеши и лучше заранее приобрести годноту, чем потом, когда все ваши друзья и знакомые пройдут легендарный проект, ловить спойлеры и не заказать свои сети во избежание их. Поэтому, если вам нужны игры и подписки для PlayStation в это нелёгкое время, то смотрите в описании и там найдёте все необходимые ссылки. Не вижу смысла говорить про каждую часть отдельно, ибо это практически одинаковые игры, только с присутствием некоторых особенностей, а так что первая часть, что вторая одинаково хороши. Речь пойдёт о тайной комнате, но если нужно будет такое же видео, но только про камень, сделаем. Что мы имеем, когда запускаем Поттера на PS1? Во-первых, сразу же в глаза бросается графика, и она слишком мемная. И все вы прекрасно знаете, сколько мемов породил Хагрид в своё время. Это ходячий мем, и каждый персонаж здесь настолько смешной, насколько это возможно. Когда я играл в это в то время, когда единица была актуальна, хотя сложно сказать, что PS1 был актуальным, когда вышел Поттер, ибо он появился прям под самый конец актуальности единицы. Но тем не менее, графика мне казалась нормальной, правда, когда спустя небольшое время у меня появилась PS2, то я уже начал подозревать, что графон здесь смешной. Все персонажи упоротые, но это не минус, а скорее даже наоборот плюс. Потому что ты получаешь каждый раз улыбку на своё лицо, когда видишь какого-нибудь чела. Это смешно, весело и просто заставляет тебя лишний раз улыбнуться, когда по факту, ну ничего не произошло. И на протяжении всего прохождения это будет только радовать твои глаза. Потому что юмор всегда к месту, то даже если разработчики изначально и не предполагали того, что играя сегодня в ретро-игру, она будет вызывать смех. А если мы воспользуемся этой игрой на максималках и скачаем Поттера с русской озвучкой, то это будет прям мега отвал всего. Мневность зашкаливает 10 хагридов из 10. Что по самому геймплею? Понятное дело, что мы играем за Гарри Поттера, мальчика, который выжил. Всё, что нужно знать. Сразу как начинается игра, мы можем видеть большой, но корябый дом урона. Забираемся на чердак и проходим первую мини-игру, где нужно собрать батины каменные носки в ящик. И это совершенно несложный элемент, с которым справится любой. Никогда нюансов здесь не возникало. Затем нам покажут возможности магической палочки, мы сломаем несколько ящиков. Телевизор, кстати, такой же у меня на даче где-то валяется, нужно забрать. И отправимся метать карликов в огород. Чисто оскорбление чувств коротконогих. Запретить. Дуэль. Неплохое разнообразие вносит в геймплей. Всё элементарно, да настолько, что проходить здесь нечего. Стреляешь белым веществом из палки, оппоненты в шоке, матери беременны. Легко, так что хардкора в этой игре вообще никакого нет и здорово. Ибо бывают моменты, когда запускаешь ретро-игру и в это играть невозможно. Чисто тупишь на одном месте, а подобных локаций тьма. Затем урабатываем стиральную машинку, чтобы показать домохозяйкам, что мы с вами на одном уровне. И переходим к интересной части геймплея, которая в своё время была для меня немного сложной. Прям чуть-чуть, это катание на спине. Не скажу, что возникали в своё время прям какие-то трудности, но что-то было, друзья. А сейчас проходится легко, мы летим, значит, прямиком в костёр и оказываемся в Хогвартсе. Я буду показывать только самые интересные моменты и что здесь вообще можно делать. Обычный мини-обзор, если хочется необычного, то и необычный сделаем. Необычно, да. Необычно, да. Оказываемся в Хогвартсе, и так как мы туда проникли незаконно, нас тут же выкидывают прямиком в летающую машину. И нам придётся валить от поезда, и я бы понял, если бы эту задумку реализовали иначе. А так мы устраиваем погоню от поезда, двигаясь при этом по рельсам. Ничего странного здесь нет, или я попутал. Мог бы просто вылететь, как ты это сделал в конце, но нет. Осознание пришло только под самый конец. И мы отправляемся к дереву, которое видит нас совершенно не рада. Стреляем белым веществом ему в беззубый рот, и так как он не рад такому подарку, то быстро загнулся. А нас закинули вновь в Хогвартс. Я бы мог провести здесь квартирный опрос или дачный ответ. Ревизора, но то, что здесь санитарей, так себе понятно всем. Вон какие здоровенные крысы бегают, но я вам их не покажу. Проплачено. В самом Хогвартсе занимаемся ерундой, бегаем и чисто ознакомление с локацией, ничего выдающегося нет. Затем отправляемся на урок травологии, прыгая на большие парящие в воздухе перемечающие листья. Бежать на урок ничего не употреблял, но в этом я крайне не уверен. Там клацаем по нужным кнопкам, и всегда этот урок удивлял тем, что ты можешь попадать по кнопкам идеально. Но 100% тебе никто не даст, и нужно заучивать и понимать, когда конкретно нужно жать на эти кнопки, чтобы получить золотой кубок. Выучили мы, значит, заклинание, и необходимо спасти репу, или что это такое? Чисто чернобыльские овощи. Справляемся с этим заданием, нам дают очки, и мы варим отсюда прямиком на метлу. Ну, бедный Гарри постоянно приходится ему садиться на что-то длинное и продолговатое. Там проходим обучение, и здесь уже можно понять, что воды, как в моих видосах, здесь не будет. Игра дает тебе суть, и не пытается растянуть геймплей, как это есть в нынешних современных играх. Из-за чего динамики здесь огромное количество, и скучать ни разу не приходилось. После метлы отправляемся с Роном на товарищеский дуэль, ибо он сказал, что мне кривая метла, а как бы за кривого отвечать нужно. Конечно же, рыжий парень не вывозит нас, и на травологии, скорее всего, он съел эту самую репу, из-за чего из его рта выходит зеленая субстанция, и начинается погоня, ибо Гарри проголодался, и это неплохой перекус. Надеюсь, не слишком черно было и никого не задел. Заранее извиняюсь. Добегаем до Хагрида, и уже там ловим наш будущий обед. Затем утром валим на следующий урок, прыгая на стулья, столы и все то, что у вас дома обычно стоит на месте, а здесь оно передвигается. Изучаем заклинания, ловим всех, и я не знаю, кто это, пусть будет ваших одноклассников, и начинается заполнение чаш факультетов. После мы двигаем на пати к покойнику, выполняя в подвале обычное для подвала действие, а именно дергать большой рычаг и сражаться со здоровенными слизнями. Челу не понравился наш подарок, и он стал бросаться едой, а это грех. И такое я осуждаю, и как бы нужно дать ему понять, что грешить не стоит. Прямо на тусе устраиваем бойню, ибо какой праздник без драк. Так, мысленно пожали друг другу руки, так как вчера был праздник, то у Поттера отходос, и нужно сварить что-нибудь от головной боли, а затем у нас зима, и нужно бросаться мелкими алкашами. А как же турнир? Чемпионат Квидича Хагридача. И конечно же на кривой метле, принимая в нем участие, попутно врезаясь своей метлой в Малфея. Эта игра точно от нуля лет, так как мне кажется, что в ней поднимаются очень важные темы. Это проблема в современном обществе и меньше балабольства. Больше сути. Забираем Снич и сразу же в больницу, ибо что тут ловить? Я на карантин, мама. В городе с Хагридом выполняем простейшее задание, а-ля мини-игры, чисто для того, чтобы геймплей разнообразить. И за это репост, лайк, подписка, колокольчик, репорт, отписка. Малфею, видимо, не очень понравилось, что мы на чемпионате, взад его этот самое. И сражаемся с ним как настоящие мужчины. Конечно же на палочках, из которых жидкость какая? Правильно, белая. Затем превращаемся в парашу в его друзей, бегаем за ними и узнаем какую-то инфу. А какую, не скажу, может кто-то не смотрел фильм или не играл. Хотя я сейчас раскрываю здесь геймплей, сюжет, простите, но нет. Затем прикатываем к челу в кабинет, учим новое заклинание. И да, я понимаю, что оставаться после уроков у препода это опасно. Но Гарри Поттеру ничего не страшно, ведь он выжил мальчик который. Убегаем от Валентинок и бегаем по темной улице. Там выполняем разные квесты, отправляемся в лес к паукам. Стремные существа, ставь лайк, если боишься пауков, посмотрим сколько нас. Находим огроменного паука, ломаем его годовые постройки. Прикатывает рон и мы валим из этого места. Далее идем в кабинет к преподу, проходя сложнейшие головоломки. Шутка. Простейшая. Шутка. Несложная. Шутка. Не шутка. Шутка. И уже с ним отправляемся в туалет, из которого на спине летим в ад. Типичный туалет в шарагах, где все в желтой субстанции. Делай репост, если тоже подскализовался на мочевине. Преподу не понравился наш движ и решил он с нами сразиться. А так как у Гарри рука натренирована, из палки по прежнему течет белое вещество, мы его одолели и двигаемся в соло. В этой пещере тоже выполняем разные интересные квесты, доходим до змеи, душим ее и всем пока. 12 из 10, 10 из 10, 100 из 100, 15 из 1. Что хочу сказать. В игре полно разнообразий, каждую главу происходят интересные вещи, и я понимаю, почему же Гарри Поттер для PS1 считается самой лучшей частью. А все потому, что то, что выходило на PS2 и другие платформы, это совсем не то. Надеюсь, подобное видео вам зашло и вы наконец-то остались довольны тем, что посмотрели. Если зайдет подобный формат, буду с огромным удовольствием двигаться в этом направлении. Сниму очень много всего, мне не сложно, вам приятно, купите пару игр на сайте PlayStation и будет всем счастье. Пишите, не забывайте писать, какие еще игры обозрить подобным способом. Можете написать что угодно, даже карточные игры, но не факт, что я буду во что-то играть. Если до конца года добьем 30к, то я ничего не сделаю. Скачивайте Поттера, это годнота, которая всегда подарит положительные эмоции, драйв, экшен, веселье, горе, дисперсия. Ну а остальные, не забывайте подписываться на канал и все возможные соцсети. До новых видео и встреч. А, еще в Телеграме отвечаю на комменты, так что тоже туда залетай. Субтитры сделал DimaTorzok